Проблема переполненных мусорных баков из-за мусоренных контейнерных площадок по-прежнему остаётся для нашего города актуальной. С октября прошлого года в Славянске-на-Кубани ведётся работа по раздельному сбору мусора. Подробности в материале моих коллег. В Славянске-на-Кубани установили специальные контейнеры для сбора пластиковых отходов. Эффективность такой сортировки зарекомендовала себя во всём мире. Город меньше загрязняется мусором, а для производства вещей не нужно тратить ценные ресурсы. В Славянске-на-Кубани на сегодняшний день установлено 30 специальных сеточных баков под сбор пластиковой тары. Появились они в самых густонаселённых участках возле привычных контейнеров для сбора бытового мусора. Новые ярко-жёлтые ёмкости с табличкой «Только для PET-бутылки. Ты спасёшь природу от яда» не заметить просто невозможно. Мы стали устанавливать в 2015 году, в конце ноября, новые контейнера для пластика. Это у нас идёт раздельный сбор мусора. Мы эти контейнеры выставили на пробу. Начали с пяти больших. Сейчас у нас по городу их установлено 30. 30 больших контейнеров. Это где-то в пределах 1,2-1,3 куба каждый контейнер. И пять малых. Следовать системе раздельного сбора мусора совсем несложно. Хозяйкам нужно всего лишь предусмотреть в своём быту место для сбора пластиковых отходов и, выходя на улицу, выбрасывать их не в общий, а в специальный бак. Что бы я хотела сказать? Что да, наполнение контейнеров идёт этим пластиком, но всё равно очень много этих пластиковых бутылок остаётся смешанным в количестве бытовых отходов. Вот мне хотелось бы, чтобы наши жители всё-таки повнимательнее относились к тем начинаниям, которые предлагает наша славянская городская администрация, и помочь в реализации данного начинания. Потому что раздельный сбор мусора – это, по сути дела, наше вторичное сырьё, на которое мы тоже должны обращать внимание. Не так богато мы живём, чтобы это вторичное сырьё бросать под ноги или закапывать землю и загрязнять экологию на многие-многие годы. В планах специалистов городской администрации установить отдельные контейнеры для сбора бумаги. Идею раздельного сбора мусора горожане уже оценили. Конечно, я за это, но плюс хотелось бы ещё поставить для бумаги. То есть реально люди ложат туда эти бутылки, и я думаю, что они будут использоваться по назначению. И не засоряют, естественно, среду. Это очень хорошо, что их поставили отдельно. Теперь можно разделять мусор и отдельно пластиковые бутылки и стеклянные. Удобно для переработки. Другая причина переполненности мусорных баков – отказ от заключения договоров на вывоз твёрдых бытовых отходов жителями города. Люди поступают хитро. Заключают договор на одного человека, хотя в доме реально живут трое, а то и больше. Значит, и отходов от них не одна норма, а все три. А ведь число контейнеров в нашем городе установлено как раз по количеству реально заключённых договоров. Я хочу всем жителям напомнить, что мы все должны иметь договор на вывоз бытовых отходов. Если мы хотим, чтобы у нас эти отходы вывозились планомерно, в соответствии с графиками, и не было задержки, и можно было бы, допустим, оборудовать ещё эти дополнительно контейнерные площадки и город был ещё чище, значит, все жители без исключения должны иметь договор на вывоз бытовых отходов. Также с 1 января 2016 года вступили в силу отдельные положения о внесении изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления. Теперь каждый россиянин, независимо от того, где он проживает, будет обязан платить за вывоз и утилизацию бытовых отходов и мусора. Собственники жилых домов или частей жилых домов, а также собственники помещений в многоквартирных домах должны избавляться от твёрдых коммунальных отходов путём заключения договора со специализированной организацией, оказывающей данный вид услуг. Вывоз мусора из категории жилищных услуг перейдёт в категорию коммунальных, а это значит, что плата за вывоз мусора будет начисляться с жителем автоматически. Год от года наш город становится заметно чище и красивее, и это нельзя не заметить. Но каждому из нас ещё есть над чем работать, чтобы наш общий дом становился ещё более ухоженным и опрятным. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».